всем привет продолжаем рассматривать картины мне самому честно говоря нравится смотреть на картины смотреть описание что-то узнавать возможно новое Венера и Адонис Тициан 1576 год сюжетом для картины заказанной испанским королем Филиппом вторым Тициан выбрал трагическую историю любви Венеры и Адониса Мирта обманом вынудила своего отца к вступлению в кровосмесительную связь боги превратили ее в дерево чтобы защитить от его гнева прошло время стол дерева расщепился и родился Адонис пораженная стрелой Купидона Венера безумно влюбилась в прекрасного юношу она знала пророчество что Адонис будет убит на охоте и пыталась предотвратить это несчастье но Адонис был непреклонен своем намерении идти на охоту где его и убил вепрь после смерти Адониса на месте капель его крови выросли розы а из слез Венеры анимоны Тициан закончил это полотно в 1554 году когда его покровитель был в Лондоне по случая своей свадьбе с Марией Первой Тюдор королевой Англии картина не очень гармонировала со свадебными торжествами но вполне соответствовала пристрастию короля к обнаженному женскому телу а ранее Тициан послал Филиппу картину с изображением обнаженной Даная анфас в письме королю он объяснил что повесив обе картины рядом он сможет наслаждаться красотой женского тела в разных ракурсах Тициан называл эту картины поэмой сюжет взят из мифологии но поэтически обработан он изобразил обнаженную Венеру цепившуюся в молодого охотника который не обращает внимание на ее мольбы и готов отправиться на рассвете на охоту купидон спит под деревом в то время как солнечными лучами наступает роковой день на сегодняшний день полотно находится под охраной в мадридском музее прада вот такое описание картины я нашел в интернете картина Венера и Адонис Тициан около 1576 года пока пока до свидания